Одни суда перевозят контейнеры, в которых вы ждете посылки с Алиэкспресс, другие газ, руду, пшеницу, уголь, автомобили и еще множество товаров. Я побывал в качестве судового механика почти на всех видах, кроме газовозов, но с этим успешно справляется мой сын. Так уж довелось, что последние шесть лет я работаю только на нефтеналивных танкерах, и основной продукт, который мы перевозим, это нефть. Бывают и исключения, например, тяжелое топливо, производное из нефти, и которое надо греть, но это бывает редко. Раньше я не задавался вопросом, сколько сортов нефти присутствует на нашей планете Земля и откуда она взялась здесь, а только слышал в новостях о котировках нефти марки Brent, которая измерялась в баррелях, и курс ее скакал то вверх, то вниз. Почему до сих пор цена считается в баррелях, от английского слова бочка? Да потому, что раньше танкеров как таковых не было, и нефть перевозили в бочках, и вместительность их была 159 литров, если брать американскую. Из одного барреля нефти можно получить с помощью крекинг-процесса 75-102 литра автомобильного бензина, 30-40 литров дизельного топлива, 15-25 литров авиационного керосина, 6-7 литров мазута и так далее. Всего 11 пунктов. Да и если посмотреть на окружающий нас мир, все сделано из нефти. Сейчас мы тоже грузимся в баррелях, и наш танкер типа Афромакс может взять 700 тысяч баррелей нефти, что около 87 тысяч метрических тонн. Танкер типа Соиц Макс может взять миллион баррелей, а ВЛСС 2 миллиона баррелей нефти. В данный момент мы везем одну из популярных сортов нефти на биржах под названием WTI Light. После ее доставки из США в Англию в этом количестве нашим танкерам, они могут получить после переработки приблизительно 63 миллиона литров бензина или 24 миллиона литров дизельного топлива для своих автомобилей. Много это или мало судить вам. Мы видим нефть только в бутылках на анализы и чувствуем на палубе в воздухе. И если сероводородов и углеводородов много, то надо быть очень осторожным, когда делаешь замеры в танках, так как это нанесет большой вред здоровью. Итак, вернемся к сортам нефти. К трем наиболее котируемым на биржах относятся три сорта нефти. Первый, который мы рассмотрели, West Texas Intermediate или WTI, добываемая на западе Техаса, североморская нефть марки Brent и нефть Объединенных Арабских Эмиратов марки Дубай. Хотя нефтедобывающих стран около 46, но они все ориентируются на котировки этих сортов на бирже. Всего в мире около 270 сортов нефти и она различается по плотности и содержанию серы в процентах от массы. Сырая нефть бывает тяжелой, если она имеет длинные углеводородные цепи и легкой, если наоборот. Удельный вес нефти измеряется в градусах API, American Petroleum Institute. Если он равняется 34 и выше, это легкий сорт нефти. Между 31 и 33 градусов средний и 30 и ниже тяжелый. Обычно мы измеряем плотность в отношении веса к объему или килограмм на кубический метр, но здесь свои единицы градусы American Petroleum Institute. Сырая нефть считается сладкой, если в ней низкое содержание серы, меньше 0,5% на вес, или кислой, если она высокая, 1% на вес и выше. Как правило, чем выше удельный вес API, тем она светлее и тем ценнее сырая нефть. Хотя легкие нефти легче добывать и из них получается на выходе очень большое количество бензина, дизельного топлива, но в них отсутствуют другие составляющие, которые применяются в химической промышленности. И поэтому страны, в которых добывают легкую нефть, скупают по миру тяжелую. Я очень не люблю заходить на погрузку в Нигерию, кто моряк тот знает, коррупция, вымогатели, пираты и так далее. Но когда мы там погрузились, на палубе был свежий воздух, так как нефть абсолютно не имела запаха. Сейчас я смотрю название того сорта, он назывался Акбами, разрабатывает его Шеврон, одна компания из семьи нефтяных сестер и содержание серы в ней 0,044%, что является удивительно малым. И наоборот, в Венесуэле стоило ветру поменять направление и у нас в надстройке была газовая камера на полчаса, пока мы не проветрили помещение обратно. Нефтяных месторождений в мире очень много и они постоянно расширяются, так как всем нашим машинам, электростанциям и всему, что ездит по дорогам и полям, нужен бензин и дизельное топливо. Даже электромобилям надо где-то подзаряжаться, а где же брать энергию? В розетке. А откуда она попадает туда? От электростанций, которые сожгли нефтесодержащие продукты и получили электроэнергию на выходе. После этого предисловия давайте обратимся к практической части, так как задача танкера доставить нефть из одной точки земного шара в другую и самое главное выгрузить ее. А с помощью чего мы это делаем? Над молодыми и не очень далекими кадетами подшучивали, что мол мы выгружаем ее ведрами, а может быть и бочками и они верили, но на самом деле это совсем не так. И как это происходит, давайте разберемся в этом выпуске. Чтобы выгрузить нефть с танкера, для начала надо ее туда погрузить. Этим занимается старпом или старший помощник капитана. Перед этим судно находится в балласте и он с помощью программы ship manager или судовой управляющий вначале грузит судно на определенную осадку в компьютере, так как в разных портах присутствуют ограничения и проверяет танкер на стрессы, изломы и так далее. При этом надо учитывать не только грузовые танки, а и все танки машинного отделения с топливом, маслом и водой. Затем чартер подтверждает определенное количество груза и мы отправляемся в порт погрузки. Если брать, к примеру, данную легкую нефть, которую мы загрузили в штатах и везем в Англию, то наша осадка на нос и корму составляет в данный момент 13 метров 25 сантиметров после погрузки. Перед этим мы привезли в США груз, погрузили мы его в датских проливах. Это была не нефть, а низко-сернистое тяжелое топливо. И его надо было греть до плюс 49 градусов по Цельсию, что было очень экономически невыгодно. И поэтому мы не стояли долго на якоре, а с утра нас сразу встретил лоцман и мы пошли в порт выгрузки. После швартовки приходят сюрвееры, которые берут груз на анализ и дальше уже старший помощник уведомляет машинное отделение о том, что через один час начнется выгрузка танкера. В этот момент вахтенный механик начинает готовить котлы к работе, которые будут работать минимум 24 часа. Для выгрузки танкера нам нужно только топливо и вода. Последняя субстанция превращается в пар в котле под воздействием тепла от распыленного и горящего топлива в топке водотрубного котла. Дальше пар идет по трубам к паровым турбонасосам, которые можно раскрутить до 1300 оборотов в минуту и они могут выгружать по 3000 кубических метров груза в один час. Турбонасосы японской фирмы Shinko и они довольно надежные. После произведенной работы пар расширяется, поднимается вверх и чтобы его забрать обратно и превратить в воду у нас есть вакуумный конденсатор, где с помощью вакуумного эжектора создается вакуум приблизительно 0,76 килограмма на сантиметр квадратный. И пар, можно сказать, засасывает туда, где по трубкам протекает забортная вода. Он конденсируется и насосы перекачивают его обратно в теплый ящик, откуда насосом снова в котел и так по бесконечному циклу. Итак, механик идет к котлам и начинает их разжигать вначале на воздухе, так как давления пара на начальном этапе не хватает на распыл топлива. После того, как давление поднялось, мы переводим клапан на пар и котел обеспечивает себя сам. В случае паровой системы спешить не надо, так как вода имеет три состояния – лед, жидкость и пар. Но в нашем случае она превращается в жидкое состояние и если быстро открыть клапан, то гидравлические удары будут настолько сильными, что можно повредить клапаны, прокладки и трубы. Поэтому вначале мы открываем маленький клапан, который байпассирует пар и постепенно прогреваем систему и спускаем конденсат в нижних точках – в сепараторе, вакуумном инжекторе и турбинах. Потом постепенно поднимаем давление и дальше уже открываем стопорные клапаны на котлах. А внизу, предварительно прогрев паровую линию, клапан на линию сброса в вакуумный конденсатор, так как котлы у нас будут работать на давлении в пределах 14-15 килограмм на сантиметр квадратный. И если оно будет превышать установленное давление на раскрутку турбонасосов, то какая-то часть пара будет идти напрямую в вакуумный конденсатор. Вспомнил историю на одном танкере типа Вилсиси, где второй механик открыл пар на вакуумный конденсатор и не посмотрел, что подачи забортной воды нет, так как клапан с насоса завис. И в итоге через пять минут получили мини-взрыв вакуумного конденсатора, который разорвало паром, хотя для этого имеется защита, но она не сработала. Хорошо хоть никто не пострадал. Обычно один котел у нас работает в режиме инертизации и он также раскручивает турбонасосы. И если они крутятся на полную мощность, то без второго котла не обойтись. Что такое инертизация? Отработанные газы из котла направляются в скраббер, который с помощью душа из забортной воды очищает газы от сажи и понижает их температуру, после чего они с помощью вентилятора поддаются в грузовые танки, понижая содержание кислорода до 3,5% в среднем. Эти системы начали устанавливать на танкеры в далекие 70-е года, когда они начали периодически взрываться. Это происходило потому, что в грузовых танках, где находилась нефть, присутствовали взрывоопасные газы, а также кислород. И для взрыва оставалось совсем малое – источник огня. Его с успехом заменило статическое электричество, которое вырабатывалось в тот момент, когда вода, которая присутствует в каждой нефти и за время перехода она оседала на дно, перекачивалась по трубам на терминал или с терминала на судно. Когда два котла работают в режиме и инертизация в действии, то мы по команде Старпома начинаем раскручивать на малых оборотах грузовые турбонасосы в течение 10-15 минут. Дальше давление пара поднимается и за ним обороты. В итоге они прыгают до 750 и дальше опускаются с помощью регулятора оборотов до 650 в минуту. После этого мы звоним на пост управления грузовыми операциями и передаем управление им. В процессе выгрузки все механики стоят на вахте и контролируют параметры турбонасосов, котлов и т.д. А также в экстренном случае принимают меры, например, когда содержание кислорода в танках поднялось выше лимита, остановился котел или турбонасос по температурным параметрам. Все нужно сделать быстро, чтобы не было претензий с терминала. Верх наших турбонасосов находится в машинном отделении и здесь мы видим крутящийся вал. Если спуститься в насосное отделение или памп-рум, то здесь мы увидим хитросплетение труб и нижние части электрических балластных и грузовых турбонасосов. Нефть поступает на всасывание через вакуумный сепаратор, который вмещает в себя около 4-5 кубических метров груза. И поначалу, когда у нас полные танки, уровень в нем тоже верхний. По мере выгрузки уровень в сепараторе падает и у нас получается половина объема газы, половина нефть. Чтобы крыльчатка турбонасоса не прохватила газы на танкере, имеется система, которая с помощью насосов откачивает их в танки для смывок или слоп танки. И, следовательно, уровень нефти в сепараторе поднимается вверх и так постоянно на последних стадиях. Начинает она работать приблизительно, когда в сепараторе 25% груза, остальное газы. В завершающей фазе вступают в действие грузовые эжекторы, на которые подается в качестве рабочей жидкости все та же нефть от одного насоса и поршневой зачистной насос, которые всасывают то, что не смогли забрать турбонасосы. В процессе выгрузки, если нефть парафинистая, надо запускать систему мойки сырой нефтью, где с помощью зачистных машинок нефть моет саму себя со стенок танков, смывая все на самое дно. Для мойки используется нефть под названием товарная. Это значит, что в ней отсутствует вода и она собрана в одном танке для смывок. Зачем надо отсутствие воды в этой нефти? Если замывать танки нефтью с высоким содержанием воды, то, как я говорил в начале, мы сразу будем вырабатывать статическое напряжение, которое может привести к взрыву газа в грузовых танках. Чтобы различать все грузовые линии по количеству турбонасосов на каждом судне, их красят в разные цвета. В нашем случае их у нас три. Синий, желтый и красный цвет. Она поднимается по трубам на приличную высоту из насосного отделения. Если посмотреть на технические данные наших насосов, то они могут поднять столб жидкости на высоту 120 метров. И можно представить, какое загрязнение может случиться, если вдруг что-то произойдет на максимальной скорости выгрузки. Вспомнил, как я работал на более меньшем танкере и там были гидравлические насосы фирмы Фрама. Это абсолютно другие механизмы. И наш груз был дизельное топливо. Мы выгружались в Нигерию на терминале. Трубы были длинные и тянулись далеко в поле к резервуару. В какой-то момент все переполошились и выгрузка экстренно прекратилась на 1-2 часа. Оказалось, что труба где-то треснула и мы около 3 часов качали дизельное топливо просто в открытое поле. И такие ситуации бывают, но это была не наша вина, поэтому к нам никаких претензий. В процессе выгрузки надо брать балласт, а именно за бортную воду балластные танки. Но при этом учитывать требования терминала. На некоторых стендеры или Loading Arms, соединяющие устройства наших трубопроводов и терминала, имеют ограничения по высоте и могут автоматически выйти из зацепления. Этим тоже занимается Старпом, но с нашей помощью, так как новейшая система очистки балластных вод постоянно дает новые сбои в течение последних трех лет эксплуатации танкера. За этот выпуск вы узнали, что для перевозки нефти на длинные расстояния через океаны нужен танкер. Построить его можно в Южной Корее, в Китае, в Японии в последнее время. Стоимость составляет от 35 миллионов до 50 миллионов долларов США. Дальше для выгрузки нам нужна вода и топливо. Вода, нагреваясь горящим топливом, превращается в пар и раскручивает турбонасосы, которые выкачивают из грузовых танков в нефть через грузовые линии на терминал и оттуда она идет в резервуары, которые находятся на берегу. Когда все налажено, то нефть могут выгружать только два человека. Один в машинном отделении, другой на посту управления грузовыми операциями. Ну правда еще третий человек это оператор на берегу. Но перед тем, как этот процесс пойдет в размеренном темпе, в этом принимает участие очень много людей и в офисе и на танкере. На этом очередная полезная серия из жизни танкера подходит к концу. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok